А там есть много особенностей. Смотрите, это релевантность поисковых запросов по определенным релевантным словам. Вы знаете, что это такое? Нет, вам надо обучаться. Второе, писать статьи. Нужно обязательно этот сайт, его пиарить каким-то образом в идиоматичных Facebook страницах, группах, куда должны вы собирать люди. То есть выбрать для себя воронку. А сайт это уже элемент приземления. То есть воронка может быть там, где есть сборище людей, трафик. То есть вы там в Инстаграме пишите статьи. Вы, допустим, продаете розы, вы пишите каждый день, какие бывают розы, какие они могут быть уникальные, как их можно купить в Новосибирске. Там о том, как из них можно делать букеты, какие бывают букеты, о том, что можно сделать букет и заказать его у вас. После этого человеку, там человек ищет, а где заказать, ему отвечаете, а заказать можно это на моем сайте или вот сайт о розах и так далее. То есть это вот где-то так работает. И нужно быть в этом всем специалистом, а не только иметь возможность заплатить деньги и сделать сайт. Он невидимый. Это то же самое, что нарисовать на бумажке какую-либо картину и после этого поставить ее дома и говорить, почему никто не видит. Никто не видит, потому что нужно как-то кому-то показывать. А как показывать это знание? Так вот, для того, чтобы продавать в интернете, человек должен обучаться. И здесь я обычно говорю, у вас есть свободное время? Да, обучайтесь. Чему? Продажу в интернете. Человек говорит, я не знаю, как продавать в интернете. Обучайтесь. Слава богу, вся информация выложена бесплатно. Это много методов. Это создание блога в ютубе, где нужно делать. Но здесь есть особенность такая. Ютуб делает человека релевантным, когда у человека есть очень много видео. То есть это видео нужно делать каждый день. То есть у вас должно быть 2-3-4-5 видео в неделю. Тогда через 2-3 месяца начнет индексировать канал. А обычно люди делают так. Человек решил выпускать видео на своем канале, выпустил 5. Никто их не смотрит, оставил на 3 года. Потом говорит, да, ютуб это чепуха. Нет, ютуб любит настойчивых. А тех, кто там снял, выложил и думает, что там будет миллион просмотров, таких он не любит. В ютубе тоже необходимо ставить теги, поисковые запросы. Это все где-то необходимо находить. Ну и так далее. Это все работа. Один человек мне говорит, Андрей Андреевич, как же эзотерически продвигать? Если это картина дома, ее даже эзотерически делать необходимой можно. Но пока вы не выйдете на улицу и не покажете ее, она никому не нужна будет. Поэтому, как бы вы на нее не читали, есть тысячи покупателей, которые увидят и купят. Но ее никто не видит. А вот как ее показать кому-то, этому необходимо обучаться.